Чтобы заглянуть в будущее, не обязательно иметь машину времени. Достаточно посмотреть на этих юных футболистов 2002 года рождения. И вам станет понятно, кто уже в скором будущем будет выступать в составе национальной сборной. 10 сильнейших команд со всей страны в эти дни разыгрывают медали Перенства России среди лучших сборных субъектов и межрегиональных объединений Федерации Футбола РФС. Москва, Сибирь, Северо-Запад, Дальний Восток, Урал и Западная Сибирь, Черноземье, Золотое Кольцо, Московская область, Южный и Северо-Кавказский округа и, конечно же, Приволжье. Уже почти неделю играют на искусственных полях Изумрудного. Турнир продлится до 2 сентября. И в данном случае банальная фраза «победа не главное» здесь приобретает весьма серьезное значение. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы вырасти в хорошего мастера, надо, естественно, играть с хорошими командами на хорошем уровне. Вот этот турнир, один из тех турниров, на которые мы надеемся, что он поможет ребятам вырасти, совершать свое мастерство в дальнейшем. Здесь собраны сегодня самые лучшие футболисты Российской Федерации 2002 года. Поэтому большое количество селекционеров, специалистов, которые просматривают юных футболистов, делают для себя какие-то пометки, на перспективу приглашают, наверное, свои клубы. Под столь пристальным присмотром все стараются проявить свои лучшие качества. И в составе сборной «При Волжья» индивидуальное мастерство демонстрирует несколько нижегородцев. Среди них и бывший воспитанник нашей школы футбола Виталий Киселев. Турнир хороший, команда тоже здесь приличная. Но мы надеемся, что еще будет все впереди, мы выиграем всех, будем сильно бороться. С переменным успехом, особенно по сегодняшней игре. Кто-то выпал из них, кто-то сыграл на своем уровне. Дети, от них всего можно ожидать. И хорошая, и плохая игра. То есть перепады в их игре, стабильность, это все присутствует. А здесь кем же с ними надо больше быть? Педагогом или тренером все-таки? И тем, и другим. Тренер сборной «При Волжья», как и положено требовательному педагогу, в минус своим подопечным поставил даже победу со счетом 2-1 над сборной Сибири. Действительно, местная региональная команда могла забить и больше, но перспективные взгляды селекционеров сильнейших клубов страны дают о себе знать. Тем не менее, даже столь пристальное внимание и двойная ответственность не помешали выйти с сборной «При Волжья» в финал с первого места в группе «А». Григорий Ажигин и Виктор Киселев. Объективно. Спорт. ННТВ.